МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Безусловно, культура – это, прежде всего, люди. Люди, которые ее впитывают, и люди, которые нам дают эту культуру. Скажите, пожалуйста, если говорить о работниках культуры, их хватает в городе Барнауле? Да, работников культуры достаточно. Какие и где учреждения культуры дети могут посещать, молодежь может посещать? Этих учреждений достаточно, скажем, в пригороде? Нет ли недостатка? Сегодня в пригородной зоне дети имеют возможность заниматься во всевозможных кружках – хореографических, музыкальных, достаточно сказать, что более 100 клубных формирований создано для детей пригородной зоны. И в них сегодня занимается порядком полторы тысячи детей. А если говорить о том, как сегодня оснащено, материально-технически оснащено учреждения культуры, как бы вы оценили? Если говорить о моей оценке, то это на достаточно должном уровне сегодня идет оснащение всех почти учреждений пригородной зоны. Вы сравниваете с предыдущими годами или с какими-то, скажем, другими соседними городами столичными? И с соседними городами, и с другими годами мы тоже как бы идем на сравнение. Людмила Ивановна, но 2014 год – он особенный год. И, естественно, мы к нему готовились, это год культуры. И, естественно, очень много мероприятий в этом направлении будет направлено именно на техническое, материально-техническое улучшение учреждений пригородной зоны. В частности, говорилось о том, что некоторые школы, например, музыкальные школы, будут оснащены и оборудованием, и какими-то звукоусилительными установками. Эта работа уже началась? 2014 год будет продолжением реализации двух ключевых программных, основных документов. Это концепция развития сферы культуры города Барнаула. Это Барнаул – культурная столица Юга-Сибири, рассчитанная на 2013-2017 годы, и муниципальные программы развития культуры города Барнаула на 2013-2017 годы. И вот достаточно сказать, что в рамках реализации указанной мной программы, в этом году на улучшение материально-технической базы будет выделено 24 миллиона рублей. Это позволит провести и ремонты, это приобрести оборудование. Запланированы уже ремонты, и точно осуществятся. Это в ДК, во Дворце культуры города Барнаула, во Дворце культуры поселка Южный, в Доме культуры научного городка. Это учреждение, не учреждение, а объект этот, принят в 2013 году, приобретен в муниципальную собственность. Этот список можно продолжать. Обязательно будут отремонтированы несколько учреждений дополнительного образования. будет приобретено много оборудования для библиотек. Новое, в частности, это оборудование для музея современного искусства, созданного на базе библиотечно-информационного центра. Это библиотека филиал номер 35. И этот год станет обязательно созданием также на базе централизованной библиотечной системы двух публичных центров правовой информации. Когда выбирались пункты учреждения, которые будут подлежать ремонту, прежде всего, чему отдавался приоритет? Я понимаю, что очень много нуждается в капитании. Много нуждается. Но выстраивался вот такой определенный график. Это по востребованности этих учреждений, по занятости, по многообразию мероприятий в этих учреждениях. То есть это обязательно учитывалось в первую очередь. 24 миллиона – это деньги городской казни? Да, это деньги городского бюджета. А какая-то помощь краевая, федеральная будет оказана? У нас действует сегодня программа развития культуры Алтайского края на 2011-2015 годы. И в рамках программы тоже предусмотрено направление материальных ценностей, так мы называем, на улучшение материально-технической базы учреждений культуры. И это чаще всего касается пригорода. Но эта сумма каким-то образом будет варьироваться в течение года? Или уже известно точно, какая будет помощь? В этом году она не суммой определяется. Это будет, значит, сегодня направлена заявка в управление по культуре Алтайского края, архивному делу, на приобретение, на нашу необходимость, так скажем, в компьютерах, в звукоусилительной аппаратуре. Ну, сейчас она находится на рассмотрении, и вот итоги ее будут озвучены позже. Раньше вы говорили о том, специалисты вашего комитета говорили о том, что будет в Барнауле построена новая музыкальная школа. Где? Ну, строительство новой школы искусства с контингентом в 600 человек планируется построить в квартале 2001. Обучение там будет проходить, на музыкальном, хореографическом отделении. Также, значит, там при школе будет построен универсальный концертный зал, который сможет проводить и различные мероприятия, конкурсы, концерты, фестивали. Это очень значимо для нас. И вот нашей давней мечтой, вот, и она стала постепенно осуществляться, это строительство здания для детской музыкальной школы номер один. Самой старейшей нашей школы, имени Глазунова она носит звание, вот, и она, таких школ нет, не в Сибири, и что особенно, значит, этой школе в 2020 году исполнится 100 лет. И очень важно иметь новое здание для этой школы. И уже определено место для строительства этой школы, это по адресу, она будет построена на Чкалово, 58. То есть рядышком с тем местом, где она когда-то и... Да, по сути дела, в одном районе. Людмила Ивановна, скажите, пожалуйста, работники культуры, это самая главная, пожалуй, часть, которая должна быть поддержана в этом году, увеличится ли заработная плата? Я думаю, этот вопрос сейчас волнует всех людей, которые заняты в этой сфере. Значит, вот, если говорить о повышении заработной платы, то вот на ее повышение направлено постановление администрации города, которое принято в 2013 году, оно принято в рамках реализации указа президента Российской Федерации номер 597 под названием «Об утверждение плана мероприятия, значит, именуемой дорожной картой, изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры». Если говорить, как складываться будет 2014 год, то в 2014 году заработная плата работников учреждений культуры будет составлять 13 тысяч, 13 тысяч должна составлять 13 тысяч 322 рубля, а в 2013 году она составляла 11 тысяч 841 рубль. То есть, в среднем на 2 тысячи ждет увеличение? Да, будет увеличение. Увеличение, опять же, за счет городской казны? Да, за счет не только, но и за счет привлечения собственных средств. Когда людям можно это ждать? Есть ли пока какие-то даты конкретизировать? Можем мы с вами? Ну, вторая половина, она будет уже определяющей. Вторая половина будет. Пожалуйста, а за счет чего вообще планируется привлекать работников в сферу культуры? Ну, у нас есть определенный ряд мер, которые действительно вот приведут работников культуры к нам. Нам сегодня, сегодня очень хорошо вот говорить сегодня, что в рамках поддержки и развития культурно-досуговых учреждений, профессиональных культур, в год культуры у нас планируется запланировано и присуждение премий, и грантов в области культуры и искусства, проведение конкурсов профессионального мастерства, лучший муниципальный библиотекарь, лучший социальный работник культуры года. Также сегодня у нас традиционно, и этот год, 2014 год, не будет исключением, будет обязательно, пройдет вручение пушкинских премий, продолжится выплата именных стипендий самым талантливым, обучающимся детских музыкальных школ и школ искусств, а также участникам творческих коллективов города. Скажите, пожалуйста, в этом году открытие фестиваля «Барнаульская весна». Когда оно состоится и что запланировано? Ну, открытие весна у нас традиционно, и этот год тоже не исключение, она у нас открывается в марте. Чаще всего это случается и первого, и второго марта. В этом году 19-й фестиваль народного творчества и мастеров искусств «Барнаульская весна» откроется 2 марта в концертном зале Алтайской государственной академии культуры и искусства по адресу Ленина, 66, большим праздничным концертом с участием Барнаульского академического хора, русского камерного оркестра города Барнаула. И к нам приедут и примут участие в концерте. Это хоровая капелла новосибирской филармонии. То есть фактически мы через неделю можем ждать уже? Через неделю, даже меньше, через 4 дня весна откроет нам двери. Какие еще культурные события вы бы отметили? Вот если говорить о весне, сегодня очень много мероприятий мы запланировали. И яркими такими вот мероприятиями апреля, марта-апреля, это станут обязательно, значит, у нас мероприятия, которые пройдут в рамках Дня работника культуры. Это неделя детской и юношеской книги. Это фестиваль джазовой музыки. Это наш знаменитый, именитый фестиваль популярной музыки «Мистер Шлягер». Много очень мероприятий состоится. Это смотр, конкурс вокально-инструментальных ансамблей. Если говорить вообще о фестивале, то главной, отличительной чертой фестиваля станет ее многожанровость и массовость. Вот нет такого коллектива в городе Барнауле, который не принял бы участие в каком-то из мероприятий, будь то учреждение, район или город. То есть сегодня стремление попасть на концертную площадку очень великого участника в художественной самодеятельности. — Светлана Ивановна, Вы очень много лет посвятили себя работе с людьми культурными. Если взять, скажем, среднестатистического жителя Барнаула, как бы Вы его обозначили? Это культурный человек или все-таки недостаточно культуры у нас в столице края? Как Вы считаете? — Ну, нет предела совершенства, как мы говорим. Но сказать, что у нас бескультурные люди нельзя. У нас очень огромный в городе край, это культурный потенциал. Сегодня очень много учреждений культуры работает. Сегодня, если обратиться к статистике и говорить о клубных формированиях, о переполненных залах, на которых они бывают, когда проходят премьерные показы, это когда выступает наш русский камерный, барнаульский духовой, академический хор. Это просто надо видеть. Кажется, что весь город, вот наша барнаульская весна, как будто бы она подняла на праздник весь город. Горожане очень любят культуру, а не культурные люди. — С чего, как Вы считаете, нужно начинать развивать культуру в человеке? — Наверное, с детства. Культура прививается с детства. И даром, сегодня я только говорила о том, что школы, которые построены на Малахово-144, ее состоялось в 2013 году, там прибавилось 160 детей. То есть увеличился контингент школы именно на это количество. И там обязательно сразу встал вопрос о создании школы раннего развития. То есть сегодня есть направление это начинать воспитывать культуру с самого раннего детства. И этого примеров очень много. Если отвлечься от отчетов, от каких-то вот вещей, о которых приходится, так сказать, о которых приходится говорить, касаясь Вашей работы, какие вехи, какие бреши Вы видите в культуре? На что бы Вы лично направили средства, возможно, что бы Вы развивали? Ну, сегодня, конечно бы, сегодня на библиотеке. В библиотеке сегодня, вот в городе сегодня работает 23 филиала муниципальных библиотеки, ну, муниципальные библиотеки, так мы их называем, значит, централизованная библиотечная система, объединенная в централизованную библиотечную систему. Наши сегодня школы, библиотеки очень нуждаются в ремонте, в совершенствовании материальной технической базы, в компьютеризации. Если кто-то может сказать, что сегодня не идут в библиотеки, идут люди в библиотеки. Они сегодня приходят, они хотят видеть современную, красивую библиотеку, хотят так, чтобы в библиотеке были все и компьютер, и место для того, где он может почитать, посмотреть. Не все сегодня выписывают периодику, они имеют возможность прийти в библиотеку открыть. То есть мы должны сегодня создать все условия для того, чтобы наш горожанин пришел в библиотеку. И достаточно сегодня сказать, что все-таки сегодня из 23 библиотек больше половины нуждаются в ремонте. А что мешает? Опять же, материальное средство? Да, сегодня недостаточно. Сегодня у нас ощущается недостаток, хотя и на финансовых средствах, хотя и на это направлены, как я уже сказала, и ряд программных документов. Все работает, мы стараемся и направляем на улучшение материально-технической базы, финансирование. Все равно пока этого сегодня недостаточно. Людмила Ивановна, в этом году сколько будет отремонтировано библиотек? Кому ждать помощи? Ну, сегодня мы должны похвастаться, потому что мы открываем в этом году, если в прошлом году была открыта и отремонтировала, больше 50, более 50 лет не ремонтировалась библиотека номер 10 на поселке Южном. Сегодня это современное помещение библиотеки, куда ходят южане, и не только южане. Мы приезжаем посмотреть, как должна выглядеть сегодня библиотека с залом Пушкинской гостиной, с красивым читальным залом. И вот сегодня планируется отремонтировать библиотеку номер 18, это по адресу Калинина номер 10, и открыть там специализированную детскую библиотеку. То есть это очень важно для города, иметь вот такую детскую библиотеку. Не спрашиваю, ходите ли вы лично, думаю, что в связи с недостатком времени вряд ли. А вот ваши дети, внуки, часто посещают библиотеку? Да, мой внук, ему будет в марте 9 лет исполнится. Он посещает библиотеку, учитывая, что он посещает простую школу номер 103, и рядом располагается библиотека имени Ядринцева. Это центральная городская библиотека, и нравится ему туда ходить. С удовольствием ходят, они классом, и просто так, когда библиотека проводит различные мероприятия для школы номер 103, они частые гости в библиотеке, любят библиотеку. И мой внук тоже. Работники культуры, это все-таки люди от Бога, как мое личное мнение, которые работают не за деньги, а, собственно, для души, наверное. Что бы вы пожелали этим людям? Как им удержаться? У нас работают энтузиасты. Если сегодня, вот они, вот, если им сегодня оглянуться назад, вот, ну, обычно так случается, вот иногда в юбилейные дни, когда мы проводим, допустим, вот, 20-летие, допустим, было до Барнаульского академического хора, другие, как бы, юбилейные даты, и руководители вот эти, мы сегодня их можем назвать. Это Владимир Степанович Клименко. Вся жизнь отдана развитию музыкального искусства в городе Барнауле. Это им, он создал этот коллектив, Барнаульский духовой оркестр, бессменный его руководитель. А какие концерты проходят, вот, под его руководством, Декасси Банаргамаш, его любят горожане, они приходят с удовольствием на концерты. Как ему удержаться? Он уже держится у этой профессии всю жизнь и будет держаться, потому что, а дальше уже идут молодые, потому что воспитанные ими. Алексей Анищук, это дирижер у Владимира Степановича, он сегодня перенял, то есть, эту профессию тоже, как бы, он вырастил уже себе, вот, как бы, так, скажем, и гласную замену. Говорит сегодня о Барнаульском академическом хоре, там тоже работают фанаты. Это Александр Борисович Тарнецкий, заслуженный работник культуры России. Это Сима Семеновна Тарнецкая, это люди от Бога, которые сегодня создали этот хор. Он сегодня украшение и гордость города Барнаул, да что Барнаула края. А как привлечь молодежь? Как заинтересовать молодежь? Ну, а если говорить о молодежи, то сегодня наши вот коллективы, даже те, которые я сегодня сказала, о которых я говорю, они ведь молодежные. Там нет, там сегодня приходит молодежь. Достаточно сказать даже о том же академическом хоре. Сегодня, когда вы видите это пение, слушаем, мы пение, бываем на концертах, то на сцене стоит молодежь, которая пришла и работает в хоре, также и в оркестре. А что вы чувствуете, когда молодые люди на сцене? Молодые люди всегда ощущение будущего. Ощущение будущего впереди, значит, есть будущее у культуры, у нас. У нас есть будущее. Мы говорили о годе культуры в России и в частности в Барнауле с заместителем председателя комитета по культуре Людмилой Цитовой. Спасибо вам огромное за то, что нашли время ответить на наши вопросы. Спасибо вам. Всего доброго, до свидания. Субтитры подогнал «Симон»!